Всем привет! Это обзор о LEGO его аналогов от Клинкрасный и сегодня у нас будет новостной обзор. Мы с вами рассмотрим все слухи, все новости, все новые новинки, все официальные изображения, которые сейчас доступны о новых наборах LEGO 2022 года. Что ж, начнем мы с моей любимой серии, это Звездные войны. И первый набор, который нас ожидает, это набор под артикулом 75320, который называется Battlepack HOTA. Что ж, давненько у нас не было Battlepack'а, именно Battlepack'а на тему HOTA. Появлялся он в последний раз аж в далеком 2010 году. Можно вспомнить, что это был вполне такой скромненький себе набор по этому времени. Радуюсь, что LEGO'овцы решили вернуться к данной тематике, именно Battlepack'а и совместить его с планетой HOTA. По слухам, набор будет состоять у нас из спидера и маленькой ионной пушки. Там будут 4 мини-фигурки, 3 имперца, по-моему, и 1 скаут-труппер. В наборе 105 деталей и цена его будет примерно составлять, я говорю примерно, потому что это в переводе, плюс еще там будет инфляция 100%, где-то 1660 рублей, может быть 1700. Следующий набор, это у нас набор под артикулом 75321, Microfighter, кромка лезвия. Ну, Microfighter как Microfighter на самом деле. Я не очень-таки сильно люблю эту серию, но порой можно купить Microfighter и получить там фигурку, которую ты не смог взять в наборе. Вот, ожидаемо было на самом деле, что леговцы сделают Microfighter по такому большому, скажем, своему предыдущему набору. Вот, вопрос лишь в другом. Какую мини-фигурку они туда положат в Мандалорце? В какой мини-бране? В Бискаре или же в обычной броне, которая у нас встречалась, по-моему, в один раз, если не изменяет память? Количество деталей у нас 98 и средняя цена будет примерно где-то 830 рублей. Следующий набор у нас прототиклом 75322, который называется AT-ST HOTA. Снова тематика HOTA, что лично меня очень сильно радует. На этот раз у нас AT-ST. Очень-таки знаменитый шагоход у нас. Также очень частенько пересдавался в LEGO. И вот, ребятки, решили выпустить у нас шагоход по планете HOTA, скажем так. Ну, наверное, по схожести, конструкции и механизму это будет преемником набора 75254, где у нас был AT-ST райдеров. Вот, возможно, будет чуть больше своего предшественника, потому что деталей у нас чуть больше. И цена набора будет примерно в районе 4000. Следующий набор под артиклом 75324, батлпак темных штурмовиков. Ну, это, наверное, будет самый ожидаемый набор для фанатов, потому что, ну, все, наверное, мечтают собрать собственную армию темных штурмовиков, и теперь это будет возможно. По вслухам, в наборе у нас будет фигурка люка. Ну, я думаю, леговцы не будут особо оригинальничать и делать люк у нас по второму сезону в Мандаларусе, где он у нас появился. Скорее всего, это будет люк из наборов Дуэль на звезде смерти и Шату. Теперь у нас 166 деталей, и это что-то среднее между обычным батлпаком и набором 75280, батлпаком 501-го легиона. Примерная цена будет 2490 рублей. Следующий у нас набор под артиклом 75326, который называется Дворец Боба Феттом. Это очень интересный набор. Набор у нас будет посвящен будущему сериалу книги Боба Фетта, ну и тому, как Боба Фетт у нас отжал себе Дворец Джаббе. Мы это, в принципе, уже увидели в конце второго сезона сериала Мандалорец, но теперь нам это покажут в более в таком крупном масштабе. Ожидается небольшой трон, небольшая вот такая постройка, наверное, по типу, как предыдущие наборы за Дворцом Джаббе. И, скорее всего, у нас будет, естественно, фигурка Боба Фетты. Наверное, леговцы положат ту же самую фигурку, что и в собственном истребителе. Раб 1. Ожидается мини-фигурка Феник, и я бы очень хотел, чтобы леговцы кинули Биб Фортуну. Но, мне кажется, без него набор будет не очень таким интересным. В наборе у нас 732 детали, и его цена будет примерно в районе 8 тысяч рублей. Следующая у нас серия наборов под артиклом 75237 шлем Люк Скайбекера и 75238 шлем Мандалорца. Но это классические у нас новые такие наборы Лего, где у нас ребята делают разные шлемы и головы ключевых персонажей разных вселенных. Честно говоря, мне не очень привлекательны данные наборы, я не очень увлекаюсь данным сетом, но я бы взглянул на шлем Мандалорца. Скорее всего, он будет такой же, как и шлем Бобу Фетта, но немножко видоизмененный. Наборы немножко разнятся в количестве деталей, но цена у них при этом одинаковая. Примерно будет в районе 5 тысяч. Следующий у нас набор под артиклом 75329, который называется Уплотнитель мусора на звезде смерти. Радует, что появился правильный вектор Лего, и леговцы решили поделать такие небольшие диорамы, виньетки по различным культовым моментам саги. Примечательно, что данная у нас как бы сценка, данный набор у нас появлялся уже в предыдущих версиях своего большого такого собрата. Это звезда смерти. И в первом-втором звезде смерти, который Лего выпускала, у нас был этот Уплотнитель мусора. Количество деталей данного набора 646, и примерно его цена будет в районе 5 тысяч. Следующий у нас набор под артиклом 75330, который называется Тренировка на Дагобе. Ну, скажу сразу, это такая расширенная версия набора 75280, тут у нас аж целых тысяча две детали. Из мини-фигурок будет люк, R2-D2, Йода, и представляет себе такую небольшую диораму, изображающую хижину Йоды, болоту и часть крестокрыла. Примечательно то, что откуда леговцы взяли идею подобной сцены. Не так давно, где-то около года назад, на Али появился такой набор от Моковцев. Это ребята, которые собирают самоделки, и он уж больно похож на это описание, что нам представила Лего. Ну, по слухам. Вот. Цена набора будет в районе 7 тысяч рублей. Следующий у нас набор под артиклом 75329, который называется у нас Полет в траншеи. Но это такая небольшая диорама, очень похожая на набор 40407. Здесь у нас будет тоже ключевой момент из четвертого эпизода. Он, набор у нас будет без мини-фигурок, и здесь будут лишь вот такие небольшие микрофайты на истребителя. Иксфинг, та истребитель Вейдера, и еще та истребитель, наверное, по бокам. В принципе, больше ничего особенного по этому набору неизвестно. Цена тоже пока неизвестна. Ну и флагман у нас 22-го года. Набор под артиклом 75341. UFC набор Land Speeder. Какая-то уже версия Land Speeder уже, наверное, бесчисленная. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Ну, наверное, это в действительности самый культовый транспорт по Звездным Войнам, потому что столько раз его пересдавать, это, конечно, надо уметь. Набор у нас будет очень большой. Количество деталей пока неизвестно. И стоить он будет примерно с 17 тысяч. Наборы новой волны серии LEGO Speed Champions. Первый набор у нас под артиклом 76906, который называется Ferrari 512e. В наборе у нас 291 деталь и примерно его стоимость будет около 1700 рублей. Ну, сама по себе модель очень интересная. И интересно посмотреть, как LEGO справится с ее формами и с ее кабиной. Но я думаю, есть у меня небольшая идея, как они это сделают. Следующий у нас набор под артиклом 76907, представляющий у нас гиперкар Lotus Evija. В наборе у нас 247 деталей и его цена тоже будет 1700 рублей примерно где-то. LEGO-вцы решили удариться по таким интересным обтекаемым формам. Что ж, ну, мне прям очень интересно, как они справятся с этим, как они выполнят данные виды. Следующий у нас набор под артиклом 76908, представляющий у нас суперкар Lamborghini Contage. Набор у нас состоит из 262 деталей и будет стоить тоже 1700 рублей. Это очень интересный автомобиль. Он у нас выпускался, по-моему, с 1974 по 1990 год. И у него очень необычные такие формы, но при этом он состоится каким-то более современным автомобилем будущего, не знаю, киберпанка. Но мне очень понравилась данная модель. Я, скорее всего, точно куплю данный автомобиль в свою коллекцию. Набор под артиклом 76910, представляющий у нас целых два автомобиля одной марки. Это гиперкар Aston Martin Valkyrie AMR Pro и Aston Martin Vantage GT3. Набор состоит у нас из 592 деталей и будет стоить примерно около 4000. Но это такое небольшое подразделение, когда у нас от одной марки, от одной лицензии выступают два автомобиля. И, скажем так, они соревнуются, двух сравниваются. Ну, мне нравится тоже небольшой такой наборчик. У меня есть такой по Chevrolet. Посмотрим, как выполнят данные автомобили Lego. Lego серия по Бэтмену, по представящему фильму Бэтмен режиссера Мэтта Ривза, который у нас выйдет в 2022 году. И данный набор у нас также появится в январе 2022 года. Но первый у нас набор под артиклом 76179, который называется «Погоня на мотоциклах Бэтмена и Селены Кайл». Ну, на самом деле, сразу скажу, что, в принципе, вся новая эта арка по новому фильму Бэтмен мне понравилась. Но если так вглядываться в наборы конкретно, конечно, они неоднозначны. Данный набор интересен, конечно, тем, что он стоит, будет недорого, в районе полторы тысячи рублей. Деталь у него, по-моему, 150 где-то так. Вот. Набор интересен в том, что здесь две мини-фигурки. Однозначно интересна мини-фигурка Бэтмена. Она полностью пропринтованная. Даже на омлиговцы положили здесь два, скажем так, выражения лица. Ну, в шлеме Бэтмена и отдельно голову просто Брюса Уэйна. Это однозначно респектно за это. Очень интересное решение по поводу Бэтпрожектора. Раз здесь у нас будет элемент, который будет светиться в темноте, я так понял это. Ну, неоднозначные фигурки, на самом деле, женщины-кошки. Уж очень как-то она обезличена. Здесь она просто представлена без маски, без всего. И у нее даже нет принтов на ногах. Ну, что вы хотите за набор за полторы тысячи. По поводу самих постройок мотоциклов. Ну, видно, что здесь, скорее всего, ребят просто хотели уложиться в детали. Не сделали, скажем, ну, не взяли отливки мотоциклов. Мне кажется, они здесь были более уместные. А сделали просто, ну, небольшой такой батлпак по Бэтмену, скажем так. Не совсем удачный мотоцикл. И вот в наборе в самом большом с Бэтпещерой там мотоцикл тоже есть Бэтмена. Но он там более удачный. Но о нем чуть позже. Следующий у нас набор новой серии. Следующий у нас набор данной серии по Бэтмену. Ну, это набор под артикулом 76181 Бэтмобиль Погоня за пингвином. В наборе у нас 392 детали. И примерно будет стоить 2500 рублей. Ну, тоже неоднозначное мнение по этому набору. По крайней мере, Бэтмобиль. У нас он шестипиновый. Достаточно очень маленькая версия автомобиля. То есть, к примеру, в Лего начали делать и восьмипиновые машины. Что намного более, скажем так, удобнее, на мой взгляд. И лучше смотрится реалистично. Ну, не получается как-то вот такие вот небольшие шестипиновые машинки у Лего. Не знаю. Надо посмотреть будет на набор вживую. Но здесь также шикарные мини-фигурки. Здесь у нас также Бэтмен. И просто шикарнейшая мини-фигурка пингвина. Ну, офигенски она припринтована. Очень хорошие принты. Очень интересная прорисовка персонажа нового пингвина. В данной у нас как бы, в данной версии Бэтмена. Ну, жду. Наверное, возьму данный Бэтмобиль. Следующий у нас набор под артикулом 76183. Который называется Бэт-пещера. Столкновение лицом к лицу. Загадочно. В наборе 581 деталь. И стоить он будет около 6000 рублей. На мой взгляд, это самая лучшая версия Бэт-пещера. Она, скажем так, отделяется от всех предыдущих. Она такая интересная. Более, скажем, современная. Более такая, ну, в таком готическом стиле. Если можно так сказать. Я в стилях не разбираюсь. Но мне очень нравится это слово. Вот. И здесь вот мотоцикл Бэт. Мотоцикл. Здесь он просто превосходен. Он здесь шикарный. Также здесь интересные мини-фигурки. Очень интересная фигурка Загадочника. Первый мы его видим, скажем так, в таком обличье. Фигурка у нас также присутствует Комиссара Гордона. Естественно, Альфреда. Брюса Уэйна. Без костюма Бэтмена. И Селены Кайл. Я считаю, что данные фигурки все успешно сюда вписываются. Все они удачные в целом во всей серии. И данный набор также у нас интересен. То, что здесь можно скрестить его с предыдущим набором. И вогнать туда Бэт-тачку. Ну и еще один набор. Серия Техник, не поверите. Относящаяся к Бэтмену под артиклом 42-127. Бэтмобиль. Это у нас первый техник Бэтмобиль. Очень интересное решение, как его сделать. Ну, в принципе, мы еще не видели тачку. В целом, в фильме и в трейлере тоже не особо ее понятно. Но она здесь достаточно интересная. Что делают уникально этим набором? То, что у него здесь имеются два элемента светящихся. Вполне-таки очень интересная. Очень необычная. Здесь чуть больше было возможности у дизайнеров Lego сделать ее, скажем, приближенной, наверное, к версии фильма. В наборе у нас 1360 деталей. И стоит она будет где-то в районе 8-9 тысяч рублей. Ну, наверное, стоит. Стоит подкопить, собрать ее. Очень интересно, как будут обозревать данный автомобиль обзорщики серии Lego Technic. Потому что у нас автомобиль, скажем, вымышленный, относящийся к киновселенной, не существующей какой-либо марки. Поэтому очень интересный набор определенно. Ну и слухи. Слухи по серии Lego Marvel. К сожалению, пока более ничего интересного подробного не известно. У нас будет интересный набор под артикул 76-206. Это у нас сборная фигурка Железного Человека. Марк 43. Ну, это будет как вот экшн-фигурки по Звездным Войнам. Что-то подобное, думаю, следует ожидать нам. Потом нас ожидают, я думаю, очень долгожданные. Потом нас ожидают наборы. Серия наборов под артикул 76-202, 203-204. Это у нас мехи. Леговские мехи. Ранее у нас выпускались подобные. Где у нас был Танос, Человек-паук, Тор, Капитан Америка. Здесь же у нас будет Железный Человек, Черная Бантера. И на минуточку заявлено Росомаха. Росомаха, да вы не ослышались? Давненько у нас не было Росомахи. Я думаю, ну, данного меха точно будет покупать, потому что леговцы давненько не выпускали нас Росомаху. Всего лишь три раза леговцы нас выпускали Росомаху. И это такой интересный персонаж, которого многие захотели бы взять себе в коллекцию. Ну, на этом все новости и слухи по новым наборам Лего 2022 года у меня заканчиваются. Ребят, напишите в комментариях, какой вы ждете набор, какой бы вы еще хотели увидеть, что вы ожидаете по исполнению, когда нам покажут, наконец-таки, официальное изображение. Ребят, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok